Депутаты Европарламента хотят поскорее составить черный список так называемых налоговых гаваней. Поводом стало скандальное райское досье. Как собираются бороться с уклонистами, выясняла Елена Абрамович. Это какое-то дежавю, возмущены евродепутаты. И с года в год всплывают все новые офшорные скандалы. Замешаны в них все более высокопоставленные лица. В этот раз даже британская королева и уважаемые университеты Оксфорда и Кембриджа. А бороться с этим ЕС до сих пор не готов. Оффшор-ликс, люкс-ликс, шведская утечка, панамские документы, а теперь райское досье. Возможно, многие из практик, описанных в нем, формально законные. Но конкретные схемы существуют с единственной целью уменьшить налоги. Это нечестно по отношению к тем гражданам и компаниям, которые ответственно платят. Что значит законно? Законно ли компания Apple не платит только в Евросоюзе 120 с лишним миллиардов долларов? В то время как малый и средний бизнес Европы должен отдавать 20-30% корпоративного налога каждый год. Каким образом это может быть законно? Значит, законы далеко не идеальны и их следует менять. Большинство схем, обнародованных журналистами, действительно действуют в рамках закона. Развел руками главный финансист Евросоюза Пьер Московиси. И предложил трехуровневое решение. Создать новые прозрачные правила для налоговых консультантов и банкиров. Обязать страны обмениваться информацией о прибыли, а также срочно составить черный список офшоров и подкрепить его санкциями. Я взялся быстро завершить этот список после скандала с панамскими документами. И комиссия оперативно внесла свои предложения. Я настоятельно призываю государства-члены утвердить его не через 6 месяцев, а уже на следующем совете министров финансов 5 декабря. Еще одно задание европейских законодателей защитить информаторов, которые раскрывают офшорные схемы. Ведь, как сказал Московиси, главное в этой борьбе выводить из тени налоговых вампиров. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.